Можно ли пить необработанную воду из-под крана? На этот счет можно услышать множество мнений. Лучше нам не пить. Ой, я пью бутилированную. Нет, конечно. Почему? Однозначно. Ну, потому что она не совсем чистая. Нет, пью только печеную. Нет, конечно. А почему так считаете? Потому что наша вода вообще непригодна к битве. Нет. Почему? Ну, потому что она не совсем качественная. Пьем. Доверяете качеству? Да, доверяю, доверяю. Еще качкаю в город, что я говорю, что он пьет, например, наш бывший. Так что, не знаю, ребята, мы пьем. Даже и накипи нету что-то. Еще, я говорю, она на уровне Байкальки. Не знаю, правда, не знаю, нет. Водоканал клялся, божил все. Наша съемочная группа наведалась на Уфа-Водоканал. Именно это предприятие не только обеспечивает водой жителей башкирской столицы, но и следит за ее качеством. Сотрудникам Уфа-Водоканала мы также задали вопрос. Можно ли в башкирской столице пить необработанную воду из-под крана? И делают ли это они? Пьем. Ну, это самый часто задаваемый вопрос. Хочется сказать, что, конечно, можно. Из Архангельска, из Москвы приезжают специалисты. Мы сразу говорим, ну, попробуйте нашу воду из-под крана. Из Екатеринбурга. Люди пробуют и говорят, боже мой, как у вас вообще могут быть жалобы. В Архангельске течет из крана вода светло-желтого цвета. Для контроля за качеством уфимской воды на всех городских водозаборах есть лаборатории, где отбираются многочисленные пробы. Там они проходят анализ по разным показателям. Такие лаборатории называются объектовыми. Вот такая система, где организован контроль по текущим таким мобильным показателям, которые нужны для правильного подбора режима технологии подготовки воды и очистки. Всего у водоканала 6 мест, где ведутся такие исследования. Кроме объектовых, есть и центральная лаборатория. Сюда поступают пробы, требующие более серьезного исследования, которые невозможно провести без специального аналитического оборудования. У нас здесь достаточно большой штат, 59 человек, на данный момент 7 отделов. Высокий уровень и точность измерений центральной лаборатории, к слову, неоднократно отмечался на конкурсах самых разных уровней. У нее есть даже несколько собственных патентов. На такие способы новые, как определение нефтепродуктов в свежем виде, деградированном, когда они попадают в водоисточник, легко их понять, увидеть эту пленку и так далее. А если идет какой-то выброс вверху по течению реки, и к нам они приходят уже не в виде пленки, а в виде эмульгированных смесей, то благодаря нашим подходам мы понимаем, что это все равно было загрязнение нефтепродуктами. В центральной лаборатории воду исследуют на содержание различных химических веществ. Специалисты центральной лаборатории могут определить всю таблицу Менделеева, даже в самых низких концентрациях. У нас дополнительно ведется мониторинг в рамках лабораторно-производственного контроля порядка 250 органических загрязнителей. Что это значит? Из одного литра воды, которую привезли на анализ, мы смотрим не только 50 обязательных, но еще и 250 дополнительных. В таком городе, как Уфа, где расположено множество предприятий и заводов, анализу воды на содержание химических веществ уделяется особое внимание. Еще не все забыли про фенольную катастрофу, произошедшую в Башкирской столице в ноябре 1989 года. Произошло это из-за попадания фенола, который лежал на территории химпрома. Расставил снег, а вместе со снегом в реку Шугуровка попал и фенол. А потом река Уфа доставила до водозабора южного. Была серьезная ситуация. И вы знаете, загрязненная территория у фахимпрома, которая сейчас осталась, и она ждет рекультивации, и она включена в программу «Чистая страна» или «Генуборка». Конечно, большой вопрос, чтобы это все произошло и безопасно, рекультивация земли для наших водозаборов. Поэтому мониторинг мы будем обязательно проводить. Помимо химических веществ, воду исследуют на присутствии различных бактерий, паразитов и вирусов. К слову, не все лаборатории водоканалов проводят анализ воды на наличие вирусов. В Уфе его стали делать после вспышки гепатита А, чтобы исключить повторение ситуации. А обеззараживают воду в том числе добавлением хлора, что, конечно, не самым лучшим образом сказывается на ее вкусовых качествах. Она дает специфический привкус, но при этом она не отступает от норматива к качеству. Вкусовые рецепторы и обоняние у фимцев невероятно чувствительны, шутят сотрудники лаборатории и подкрепляют сказанное реальной историей, когда горожане стали массово жаловаться на неприятный запах воды из-под крана. Мы смотрим по всем показателям, вода соответствует нормативам. Мы выяснили, по-моему, это был 21-й год, когда резкое было потепление в апреле, и были небольшие почвенные смывы в речку. А почвенный гумус, он совсем другой, чем тот водный гумус. Конечно, вода очищалась по всем показателям, но она была немножко другого состава. И наши носы в Уфе, привыкшие к одному составу природной органики, вдруг поняли, что что-то изменилось. Порой от уфимцев можно услышать и жалобы на жесткость воды, а также на образующуюся накипь. Уфа находится в числе тех городов, где средний уровень жесткости. Он на пределе уровня жесткости. И с этим ничего не поделать, потому что наша исходная вода, она формируется в таких геологических породах, которые обуславливают эту высокую жесткость. В России требования к жесткости воды гораздо строже, чем во многих других странах, говорит специалист. А где-то их и вовсе нет. Там, где они приняты, считается, что выше 10 градусов жесткости воду уже надо задумываться, стоит ли пить, чтобы не навредить здоровью. У нас средний уровень жесткости в районе 7-7,5 по городу. В России действует федеральная программа «Чистая вода». Она нацелена на повышение качества питьевой воды. В рамках проекта создана виртуальная интерактивная карта, где каждый желающий может проверить качество воды в своем населенном пункте.